Всем привет! С вами Мария и Олег и канал Монстры Кинообзоров. И сегодня мы расскажем про такой фильм, который вышел не совсем недавно, уже до Мстителей Финал. Ну в общем, это Капитан Моро. Вчера мы посмотрели этот фильм, в зале было всего 6 человек. Мы, конечно, знаем, что этот фильм давно уже вышел, но так как мы не смотрели эту единственную серию, то мы решили посмотреть, чтобы понять, что мы пропустили в этом сюжете про Мстителей. Да, потому что фильм Мстителей Финал получился очень хорошим, поэтому вообще все фильмы Мстителей, ну очень хорошие фильмы, поэтому мы решили сходить. Я скажу так, во время фильма я очень сильно заплакала. Это уже говорит о том, что там очень грустный фильм. Ну, не знаю, даже для девочек, но для меня там особо ничего не было такого. Ну, да, ну фильм интересный очень, и я не думаю, что сильно грустный, поэтому можете спокойнее идти на него, даже тем, кому в нас лет. Так же, сколько стихом больше не было, и можно сказать, что маленькая тренировка, поэтому, да, действительно, дети будут все младшие. Ну, так же, если лет, возможно быть, что он новато, а он в 12, ну, в 10 лет, в 10 лет, в 10 лет, да. Ну, вот, единственное, что хотим сказать, что здесь вы найдете стандартный сюжет, ну, потому что, мне кажется, что этот сценарий вообще-то сам женщина. Ну, потому что, да, фильм получился, ну, не сильно такой интересный, конечно, было много сцен с дрянками, ну, со сражениями, но этот фильм получился не сильно интересный. Посмотрите точно, вот как бы он. Я думаю, потому что основной акцент уже был на Мстители Финал, и думали, так сказать, на Мстительный Финал, потому что этот фильм Капитан Марвел, я думаю, что, хоть это и первый супергерой, скорее всего, в вселенной Марвел, все равно, я думаю, что не надо было на этом заострять внимание, поэтому они как-то сделали, ну, как ради предыстории, и перешли к Мстителям Финалу. Мне кажется, что моя мнение очень такое, что этот фильм, если вот так вот приглашать на него кого-то, ну, я бы не стала как-то его охвалить, потому что в нем есть все от стандартных действий, как уже сказал Олег, и драки, и спецэффекты, и космические пришельцы, и много даже драмы, вот. Но что мне, наверное, больше всего понравилось в этом фильме, так это то, что в нем много таких моментов, когда можно поучительно что-то посмотреть, и это отложится в голове. Вот, например, для своего сына я лично сама запомнила такую фразу, сейчас вот не знаю, как ты помнишь это или нет, что когда встречается Капитан Марвел и подруга-пилот, они друг друга обнимают как родные, хотя они 6 лет не виделись. И дочка вот этой вот летчицы тоже с таким теплом встречает Капитана Марвела. А все почему? Потому что они вместе проводили очень много времени. Во время работы они летали, это их сплачивало. И они относились друг к другу очень, типа, большой теплотой. Там не было ни критики, ни осуждения. Они друг друга принимали такими, какие они есть. И это очень важно в человеческих отношениях, когда есть поддержка, когда есть друг, на которого можно просто опереться в трудные минуты, и он тебе скажет просто слова поддержки. Вот в этом фильме, я почему-то заплакала, потому что это такие трогательные моменты, которые трогают человека, вот именно в этом самом моменте. А надо, да, я думаю. Ну, есть, да, конечно, трогательные, потому что этот фильм, возможно, учил тому, что не нужно издеваться над слабыми, не нужно понимать, кто делает неправильно, то есть, кто правильный, а кто неправильный. В этом фильме как раз это показывается. А я бы еще добавила, да, или что, если вы пойдете на него до того, как вы посмотрели все серии, то это, конечно, будет непонятно. Лучше все-таки на него идти, когда вы уже посмотрели хотя бы несколько серий Мстителей, для того, чтобы могли. Потому что многие вещи, про которые они там уже делают упоминания, они не могут у вас помнить. Да, поэтому вот это самая-самая предыстория, на самом деле, Мстителей, то есть предыстория создания корпорации Мстителей, и следует это смотреть тем людям, которые уже реально посмотрели уже с самого начала, и уже знают про Железного Человека, ну и про остальных Мстителей, потому что вот я с вами полностью согласна, потому что вам просто не будет интересно это, хоть это и рассказывать немного о начале, но вы не поймете просто почему и откуда что происходит. Поэтому лучше смотреть самого начала Мстителей, самых первых, и дальше уже, посмотрев несколько разных серий, да, вы заметите каких-то героев из других фильмов, ну и в общем поймете весь сюжет. Так что сходите на самый первый фильм Мстителей, а потом пойдете на всех последующих. Всем пока-пока. Желаю вам хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а с вами был канал Мострики Керамзов, всем удачного дня, всем пока-пока.